Здравствуйте! Предлагаю подготовить мраморные яйца к пасхальному столу. Покраска яиц луковой щелухой и зелёнкой много времени не займёт. Эффект получается очень красивый. Кроме мраморных яиц, делала пасхальные яйца в плёнке. Кому интересно, посмотрите по ссылке сверху. Оба эти способа покраски и подготовки яиц к пасхальному столу считаю безопасными для здоровья. Для начала берём хорошую жмель луковой щелуки и целый пузырёк зелёнки. Также понадобится марля, чайная ложка уксусной кислоты, чайная ложка соли. Всё это на литр воды. И старая кастрюля, которую вам не жалко. Яиц нужно использовать столько, сколько можно залить литром воды. Луковую щелуху измельчаем с помощью ножниц в произвольной форме. Как порежется. После того, как измельчили луковую щелуху, берём марвечку. Вот такой квадратный отрезок марли будет достаточно. Яйцо намочить в воде и обвалять хорошенько в луковой шелухе. Чем больше прилипнет луковой шелухе к яйцу, тем красивее будет рисунок. Яйцо в луковой шелухе кладём на марвю и плотно завязываем концы марвечки. Такую процедуру проделываем со всеми яйцами, которые вы хотите покрасить таким способом. Итак, яйца для покраски подготовили. Заливаем их холодной обычной водой. Добавляем в воду 1 чайную ложку соли на литр воды и выливаем целый пузырёк зелёнки. Топим яйца в воде. Независимо, какое количество у вас яиц, которые вы хотите покрасить таким способом, на 1 литр воды достаточно 1 пузырька зелёнки. Кстати, хочу сказать, делайте всё это в перчатках. Чтобы не замарать руки, ставим кастрюльку содержимым на огонь и кипятим 10 минут. Затем кастрюлю снимаем с огня и наливаем чайную ложку уксуса. Уксус наливаем, чтобы яйца лучше прокрасились и впоследствии, когда будем чистить яйца, не красились руки. Держу яйца в растворе до остывания. Затем достаю, надрезаю марлю и освобождаю яйца от луковой шелухи. Вот такая красота получается. Попробуйте так покрасить пастальные яйца. Это быстро, просто и красиво. Кому видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok